привет всем мои дорогие сегодня отдых мы устроили себе я вот вылезла в беседку уже 10 часов утра муж поехал пчеловодство у него такое хобби и рада пчеловоды отличные ребята не гуляют не пьют трудяги пусть поедет побалуется я отдыхаю пока церкви служба решить пока не буду церковь девочки я не хожу признаюсь вам честно не хожу храм наш соседний верю в бога и искренне верю мне дома есть свой уголок ради я как-то стараюсь свои грехи богу рассказать а в церковь не хожу потому что не все туда идут с душой не искренне там люди себя ведут и мне там не хочется быть среди этих людей один очки девчонки честно вам скажу почему во первых уже синяки под глазами не хочется кто-то показывать их вижу я пока нормально иногда делаю их так в машине чтобы вдаль дорогу видеть то сейчас это дело для вас если тихо будет но я говорю не громко потому что взяла селфи палку конечно с ней похуже звук ничего какие планы на сегодня хотим из папы поехать погребы подождем пока дочь из церкви придет она с бабушкой пошла и наверное поедем всей семьей покружимся нашим лесам если получится покажу вам наше путешествие что хочется еще сказать по поводу веры вот сегодня посмотрела казачку с утра ну как-то неприятно стало на душе ребята не хочу вдаваться в подробности разборки таких селены мороз кто прав кто виноват не нам судить и одна вроде бы за свою семью боролась и поступала правильно мы тоже с мужем отозвались на и беду и другая в чем-то права потому что нельзя без отчета денежки любят счет как говорится для себя я вывод сделал один в этой жизни вера нет никому нет веры ребята самое страшное в бога может вера есть человека как-то она исчезла нет веры человека соседи мои тут за забором хлопочет дедушка с бабушкой внуков привезли им они уже за голову берутся современные дети это совсем не то что мы раньше вот такие вот друзья дела поэтому насчет веры не знаю вера бога вера дьявола не дай бог но я вот по себе вам хочу рассказать верный вещь это конечно грех наверно но я по молодости мне очень долго не было детей не поздние дети когда-то с подруга еще в девяносто первом году далеком-далеком девяносто первом году мы с ней пошли погадать теперь это подруга моя самая близкая кума моя любимая пошли мы с не погадать бабки цыганки она жива до сих пор древняя уже бабка старушка и вот она нагадала мне девочки всю мою судьбу полностью вот без прикрас я даже сейчас и всего-то анализирую думаю как она воду смотрела бывает же такое греха то конечно ходить ходалка но тогда молодые были дурные получили свободу 90 не ходили и она одна мне сказала не . не переживай у тебя будет двое детей и бабушка да не может быть такого мне врачей у нас был известный профессор тут курске не знаю жив он или нет галерий торловский как сейчас запомнила он все анализы сделал так мы с ним подружились тоже уже пожалуй тогда был дедушка он стал деточка у тебя никогда не будет детей у тебя симптом как-то там черного живота в общем спайки были девчонки везде по всему животу абрикоса падает тебе ничего не поможет ни курорта не лечение ничего не поможет а бабка деточка да это я тебе говорю я ж вот и вижу она тогда у девчонки хоть и цыганка по книге книга как у слепых была у тебя будет двое детей потом еще мне мгарыч понесешь и рассказала мне что жить ты будешь в доме с большой крышей и муж у тебя будет коровистый ну коровистый это по их наверно могущий знаете девочки десятилетия прошли не то что там годы просто и дословно все что говорила эта бабка сбылось у меня сейчас двое долгожданных деток до поздних могли бы быть еще был такой шанс у меня даже была уверена что ничего не получится так получилось закончатся больницей гинекологии вот поэтому верить надо во что-то в человека надо надо верить вот она мне в эту веру вселила и возможно поэтому все получилось в бога ли и дьявола в гадание какие-то там обряды но верить надо без этой веры жить нельзя а сейчас как-то вот вера куда-то исчезла напрочь она из нас ушла и наверное навсегда уже теперь совсем нет кто-то верил в партию кто-то верил в колонистов кто-то верил я не знаю в пророках кто-то еще во что-то но верить надо иначе хорошего в жизни не будет это мое личное мнение